Доброе-доброе предпраздничное утро Всем, дорогие телезрители Все жители Самары готовятся к грандиозным выходным Потому что завтра нашему любимому городу исполняется 429 лет Кстати, есть такая маршрутка Я думаю, что завтра все газели с этим номером должны быть украшены шариками Вот такой вот модельский город Пусть отдыхают Сегодня мы вспомним историю нашего города Сегодня мы увидим, как он изменился за последние столетия И, конечно, расскажем несколько интересных фактов о столице региона Сегодня мы также устроим розыгрыш Беспрецедентный розыгрыш потрясающих билетов на не менее потрясающее шоу Звоните нам 927-9883 И выигрывайте эти билеты вместе с другими призами от телерадиокомпании «Скатенте» А также обратите внимание на нашу группу ВКонтакте Выкладывайте там свои фотографии, где вы на улицах Самары В самых интересных местах Самары Может, исторических или просто красивых И пусть все интернет-пространство узнает, насколько красив наш город И разнообразен А еще сегодня мы узнаем, почему именно коза изображена на гербе нашего города Или на гербе, я не знаю, как правильно Коль, учись говорить красивее и правильнее на русском языке Специально для тебя и для наших телезрителей Постоянная рубрика «По-русски говоря» Доброе утро, друзья! В эфире программа «Ваше утро» и наша постоянная рубрика «По-русски говоря» со Станиславом Мушталевым Где мы узнаем кое-что о происхождении слов нашего любимого языка Сентябрь пока еще балует нас теплыми деньками относительно хорошей погоды Это значит, что можно сходить с детишками в парк, немножечко покататься с ними на катамаране Съесть по сладкой вате, по мороженому Ну и, естественно, покататься на карусели История этого слова берет свое начало еще во Франции Когда-то были очень популярны рыцарские турниры Где закованные в броню сильные рыцари на могучих конях сходились в схватке на арене Смертельный исход в таких поединках был довольно-таки част И это не считалось чем-то несправедливым Но однажды французский король Генрих II решил принять участие в одном из таких рыцарских турниров И схлестнулся с рыцарем по имени Монгомери К сожалению, король в ту пору получил смертельное ранение И уже ничто не могло его спасти Поэтому рыцарские турниры попали под запрет Вместо них после 1559 года стали проводить так называемые «карусели» Торжественные выезды рыцарей в полном боевом обмундировании На украшенных всякими плюмажами лошадка Слово «карусель» собственно происходит от итальянских слов «каролла» — хоровод и «селла» — седло Буквально и дословно «каравод в седле» Наибольшего расцвета подобные рыцарские карусели достигли во время правления короля Людовика XIV Во французском дворце Тюери проходили роскошные выезды рыцарей с их прекрасными дамами Которые, съезжаясь и разъезжаясь, образовывали замечательные фигуры высшего пилотажа на лошадках Ну а уже после французской революции 1789 года были изобретены более простые карусели для простого народа С лошадками на палочках, которые ездили по кругу Так и получилась современная карусель, которая знакома абсолютно всем и каждому из нас Ну и снова, друзья, у нас наш традиционный разбор того, как правильно произносить те или иные слова И сегодня на очереди два знакомых всем слова Режущее ухо слова «пекет» и правильная форма «печет» Друзья мои, ни в коем случае не говорите «пекет» Потому что это не только в корне неправильно, но еще и ужасно некрасиво Для того, чтобы это запомнить, небольшой познавательный примерчик Маша пекет для мужа пирожки, и он от них всегда плюется Потому что они то подгорают, то не с той начинкой, то вообще он не хочет их есть А вот Любушка всегда печет своему благоверному совершенно разнообразную выпечку Роскошные пирожки, замечательные тортики И у нее всегда все складно и ладно дома Уважаемые друзья, пожалуйста, говорите правильно Читайте книги, любите свой родной язык и смотрите нашу программу До свидания, всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok На набережной презентуют межрегиональный фестиваль культуры В полном понимании этого слова Вы все увидите сами, я думаю, вечером будет музыкальный концерт для бетломанов Да, завтра тоже программа не менее насыщена Погода обещает быть, точнее, гидрометцентр обещает, что погода будет хорошей Погода какая будет неизвестна? Да, пока что неизвестна, но тем не менее отправляйтесь на набережную Там будет потрясающее разнообразие событий Сейчас попытаюсь зачитать список, потому что он почти бесконечный Итак, молодежный фестиваль, с представителями которого мы, кстати, сегодня пообщаемся Также семейные соревнования, представление труп самарских театров Уличные гуляния, показ художественных фильмов, конкурсы костюмов, поэзия, проза о Самаре И я не понимаю, как все это можно одновременно устраивать, потому что хочется попасть всюду Мне кажется, это просто нереально Мне кажется, хорошо было бы, если бы у жителей нашего города были часы, как в фильме про Гарри Поттера Которые позволяли успевать везде, побывать в двух местах одновременно Ну и, конечно же, в завершении дня будет большой праздничный концерт и, тадам, праздничный фейерверк Но это все будет сегодня позже и завтра А прямо сейчас мы готовы разыграть подарки от телеканала СКТНТ Звоните к нам в студию 927-9883, мы ждем ваших звонков Возможно, именно вы выиграете приятные, полезные, классные подарки, которые мы разыгрываем сегодня Ну а пока мы ждем дозвонившегося Я хотел бы познакомить и вас, ребят, поскольку вы этого не знаете И, конечно же, наших телезрителей, которые точно догадываются об этом, с интересными фактами о нашем городе Например, до 91-го года Самара, тогда еще Куйбышев, был закрытым городом для иностранцев Сюда их не пускали Круто, слушайте Поэтому все красивые девушки остались пока еще в Самаре Да, да, да И еще один интересный факт В Самаре на улице Куйбышева давным-давно стояла триумфальная арка Поэтому каждый житель мог почувствовать себя в Париже А куда она делась? Вот это хороший вопрос, Максим А у нас, между прочим, есть звонок от Виктора Виктор, доброе утречко Алло Как настроение? Алло Алло Здравствуйте 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 Как ваше настроение? Праздник уже начал чувствоваться? Прекрасно Прекрасно А вы знаете, сколько лет заполняете в Самаре? Ой Много За 400 что-то... Ну, давайте на этом основном Да, за 400 Будем называть это так Виктор, у нас для вас есть небольшое задание, чтобы выиграть приз от телерадио компании SCAT Мы немножечко с вами погрузимся в историю Посмотрим, какой Самара была много лет назад И вы попытаетесь угадать, что это за место Как оно выглядит теперь На вашем экране сейчас появится фотография старой Самары Итак, внимание Внимание Что это за место нашего города? Чёрт А я знаю, я знаю А я знаю Ну там написано улица А что это за здание? Нас интересует здание, Виктор Которое находится справа Как сейчас называют это здание? Справа? Да, справа, да На Толстого, да? Да Да Хитричко Это театр Сейчас театр Ой, сейчас скажу Филармония Это неправильный ответ Увы, мне кажется, даже ничего похожего нет с филармонией Да ладно, я тоже хотел сказать филармонию Серьёзно Максим на самом деле знает правильный ответ Но вам этого не скажут Но я всё равно хотел сказать филармонию Да, звоните Алло, а подсказка какая есть? Там подсказок, мне кажется, было достаточно Даже улица Давайте мы вам другую фотографию покажем Ещё один шанс Ещё один шанс вам дадим, да Давайте попробуем Давайте Ещё одна фотография Старой Самары Ну, здесь проще некуда Да Ну, такой красивый, скромный Драмтеатр Ну, конечно Абсолютно правильно Драмтеатр почти не изменился за эти годы Он стал только Цветнее Обновлённым Цветным Ну, и, конечно, некоторые окрестности драмтеатра достаточно хорошо изменились Мы поздравляем вас с победой в этом сложнейшем испытании Не вешайте трубку, вам расскажут, как забрать ваш приз Да, кстати, об интересных фактах Между прочим, памятник Чапаева, который стоит напротив драмтеатра, имеет свою точную копию в Петербурге, которая стоит в одном из скверов А может быть, мы с вами тоже посмотрим на какую-нибудь фотографию, попробуем понять, что это за место нашего города Поймём, как оно изменилось Покажите нам какую-нибудь, пожалуйста, фотографию Следующую Итак, да, вот та фотография, которую не угадал у нас Виктор На самом деле, это здание историческое, и оно было отреставрировано Оно сейчас выглядит абсолютно так же Выглядит красиво Это ДК железнодорожников, друзья Которая, кстати, имеет очень красивый внутренний дворик, где проходит множество праздников Творческие вечера Да, творческие вечера А нам снова дозвонились, и на этот раз это Дарья Доброе утро Доброе утро Как дела? Прекрасно Отлично, готовы участвовать в конкурсе? Готово Поехали, тогда смотрим следующую фотографию и угадываем это место Мы вам постараемся Итак Итак Пешеходная улица Подсказочка, это такая улочка Одна из самых красивых улиц Самары Это, я так полагаю, Ленинградская Абсолютно верно Вот, если вы назовете, как раньше называлась улица Ленинградская, вы будете вообще молодец А я, кстати, ведь помнил, помнил, ведь Итак Какую букву покажи? На К? На, 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 на ЗЮ Нет, либо знаете, либо нет, мы не будем вас долго мучать Просто мы тоже не знаем Приз уже ваш, просто дополнительный вопрос Ну, хорошо, но вот, к сожалению Вы знаете, есть, есть в Самаре такой район, который называется Запанской Он находится за шлезнодорожными путями Точно, себя вспомнил И, собственно, улица, за которой находится этот район, называется Называлась На букву П За Панской Панская Она называлась улица Панская Спасибо, Дарья, это был правильный ответ Спасибо вам, не вешаться трубку, вам расскажут, как забрать ваш пись Вот, кстати, интересно, Панская или Панская? Я думаю, Панская все-таки, это как-то по-русски говоря Да? Да От какого слова? От слова Пан, наверное Так Пан же, почему не Панская тогда? Давайте же посмотрим еще фотографии Давайте, да, у нас есть еще фотографии Старой Самары Я думаю, всем приятно будет и интересно прикоснуться к истории Покажите нам, пожалуйста, еще одну фотографию Ну, это понятно Практически Мне стыдно, но я только вчера, готовясь к эфиру, узнала, что у нас стоял в Самаре памятник Александру Второму Который, кстати, мало изменился, став памятником Ленину На самом деле, просто поменяли голову Вот и все, и сняли фурашку Коль, на самом деле, это не так Кстати говоря, есть легенда, что памятник Александру Второму, который мы видели сейчас на фотографии Вместо которого сейчас стоит Владимир Ильич Ленин В вождь, как мы знаем, да, мирового пролетариата Памятник Александру Второму затоплен в Волге Как говорят Не знаю, правда это или нет, я думаю, никто не знает Видимо, он еще не найден Но если найдут, я думаю, это будет приятная находка, историческая Действительно, улицы Самары широки, прекрасны, красивы, есть на что полюбоваться И, конечно же, после прогулок по этим улицам можно хорошенько отдохнуть Например, в Чайной Об этом у нас следующий сюжет Погода перестает радовать нас теплом А значит, все чаще встает вопрос, какому ресторану или кафе отдать свое предпочтение Ресторанов в Самаре достаточно А вот с приятной атмосферой, вкусной едой и тайваньским чаем немного И все-таки такие места есть Уютная городская чайная открывает свои двери всем любителям вкусной еды, кофе и разнообразного чая Давно зарекомендовавший себя тайваньский чай разных сортов не только вкусный, но и полезный А приготовление такого чая – настоящее представление Заваривается он в лучших чайных традициях в Сифоне Еще в 1841 году мадам Васье запатентовала устройство, очень напоминающее современный сифон Но первоначально он использовался только для приготовления кофе Для чего специально разрабатывался и совершенствовался Сейчас же сифон очень удобный В нем можно потрясающе вкусно и очень эффектно готовить напитки Причудливое устройство, заварка, законы физики, немного магии и вкусный чай готов А те, кто пришел в чайную покушать, могут запивать свежезаваренным чаем или кофе так полюбившиеся в России роллы С угрем лососев, темпор или кунжути кажется, что мы знаем о суши не меньше японцев А вот есть палочками научились не все Не беда, в любом из залов чайной можно прикрыть занавес у столика И остаться один на один с неподдающимися вам японскими столовыми приборами Тем, кто любит кухню менее экзотическую, здесь тоже понравится Приветливый персонал подойдет и поможет определиться с выбором напитков или еды Как только вы нажмете специальную кнопку вызова Ну и конечно, как и в любом хорошем заведении, каждый будний день сытный и недорогой бизнес-ланч Придя в чайную большой компанию, вы сможете сыграть любую любезно предоставленную настольную игру А посидеть в одиночестве получится, уединившись в одной из специальных комнат Яркий фасад и интерьер чайной восточной тематики Из чашки тайваньского чая и японских роллов на столе Закрыв глаза, можно представить, что вы где-то на берегу Тихого океана И пусть весь мир подождет Продолжается прямой эфир программы «Ваше утро» Мы все в предвкушении завтрашнего дня города Разговариваем о тех мероприятиях, которые нас завтра ждут Их будет просто неимоверное количество Чуть позже обо всем подробнее Пока мы вспоминаем какие-то интересные факты о Самаре О том, что с ней за эти столетия приключилось На плазме сзади нас можно увидеть интересные кадры Которые должны быть А все-таки о Самаре, как мы надеемся Кстати, вот-вот-вот можно видеть наш костел Вот Я считаю, что это потрясающе Это с козерокоптера первого поколения Кстати, Алена подготовилась, поскольку девушки привязаны к телефонам сотовым буквально Алена подготовила интересный факт про телефоны Алена, озвучь В 1888 году в Самаре появилась первая телефонная связь Аж на 10 абонентов Класс 10 абонентов Это я к чему? В общем, телефонная связь-то развивалась И у нас есть телефонный программ «Ваше утро» 927-9883 Звоните и выкроете подарки Насколько я знаю, у нас есть дозвонившаяся Ее зовут Лиля Лиля, здравствуйте, доброе утро Здравствуйте Как ваше настроение предпраздничное? Отлично вообще Завтра тусить пойдете на набережную? Да, пойду Скажите, а настроение певчее у вас? Какое? Хочется петь вам? Петь хочется, да Так давайте споем песню о Самаре Готовы? О Самаре? Да Миллиарды песен про Самару Вам нужно выбрать любую И спеть в прямом эфире Итак, Лиля, ваш вариант Ваши песни? Самара-городок Начинайте Мы вам поможем У нас Алена просто поет как соловей Поэтому она вам подпоет Обязательно поддерживает вас С вас хотя бы четверостиши Чтобы мы могли вручить вам за это приз Прошу Просим вас Ну я, конечно, не обещаю, что я пою как соловей На самом деле, Алена тоже нет Я просто наврал Хватит уже, Алена Так, ах, Самара-городок Обеспокоенная я Обеспокоенная я Успокой ты меня Мне кажется, эта песня приобрела какие-то такие Очаровательные нотки И резинку получила Вам нужно выступать на Грушевском фестивале Кстати, тоже очень известный фестиваль во всей Мне кажется, России и мире даже Собственно, не вешайте трубку Вам расскажут, как забрать ваш приз Приятная, позитивная, улыбчивая девушка Кстати, друзья, все жители Самары, я думаю, да Знают достопримечательности нашего города наизусть Другое дело, когда вы находитесь в поездках И говорите, что вы родом из Самары С чем ассоциируется Самара у жителей других городов? С красивыми девушками в первую очередь, конечно же С самым вкусным пенным напитком Который продается тоже в районе набережной Есть такой Я когда говорю, что я из Самары Почему-то все утверждают, что автомобили Лада делаются в Самаре Наши отечественные автомобили Все из Самары На самом деле, они, конечно, в Тольятти Но это мелочь, это частности Людям об этом знать не обязательно Кстати, про красивые и интересные места Самары Вконтакте, в нашей группе Ваш утро онлайн Вы можете поучаствовать в нашем конкурсе Под нашей картинкой Которую мы выложили Выкладывайте свои фотографии С интересных, красивых, исторических мест И самая какая-то яркая, необычная, интересная Получит приз от телерадиокомпании Мы по-прежнему ждем ваших звонков По телефону 927-9883 Я хотела еще добавить, что Самара Наша славится самым высоким зданием Железнодорожного вокзала в Европе И самой большой площадью тоже в Европе Ну и кстати, например, жители Америки Ну не все, конечно, но некоторые Хорошо знают, что в Самаре есть католический костел Он у нас красивый, он у нас знаменитый Действующий Да, если... У нас есть звоночек И если вы не против, ребят, я хочу его принять Ирина, доброе утро Давай, болей Доброе утро Как ваше предпраздничное настроение? По голосу что-то не очень Ну я приболела, не очень Выздоравливайте Потому что завтра вся Самара будет гулять, танцевать, петь, смотреть театры Собственно, клин-клином вышибают Берите себя в руки и сегодня и завтра Отмечайте День города наравне со всеми А пока у нас к вам есть вопрос, чтобы вы могли выиграть приз Готовы? На каком берегу Волги стоит Самара? Ну то есть на левом или на правом? На сухом На песочке На левом или на правом? На правом А куда Волга течет по-вашему? Главное не сказать текет Да, главное сказать текет Ну собственно, Ирина, на правом берегу это неправильный ответ Да, увы и ах, приз мы оставим себе Выздоравливайте На самом деле существует такая очень интересная закономерность Все крупные города с мужским названием, которые стоят на берегу Волги, стоят на правом берегу А женским на левом, так Асрахань, Самара, все стоят на левом берегу И эта закономерность сбивалась, так сказать, когда наш город был куйбышом и ходят слухи, что именно эта закономерность была одной из причин возвращения города прежнего Ну я думаю, что не главной причиной это точно Одной из главных, пускай будет так Кстати говоря, друзья, очень радует, что в последнее время в Самаре улицы начали переименовывать обратно в их старое название Да, очень красиво Очень красиво, потому что действительно у нас названия, которые были до революции, они очень звучные, запоминающиеся и уникальные Потому что улица Куйбышева, например, есть в каждом городе, даже в самом маленьком А вот, например, улица Панская, я думаю, что есть не везде Варбошная поляна, например, тоже У нас есть дозвонившаяся, зовут ее Наталья Давайте примем этот звоночек Наталья, доброе утро Доброе утро Уже веселее, гороскоп Уже веселее, как ваш боевой настрой на эти выходные? Ой, боевой действительно, хочу поучаствовать в парнике города Начнем прямо сейчас участвовать Начнем прямо сейчас участвовать вне города Мы вам покажем фотографию старой Самары Ваша задача будет угадать, что это за место, как оно называется теперь, где это находится Ну и чем подробнее, тем лучше Давайте посмотрим на экран, там сейчас появится фотография специально для вас Итак Ребят, даже я не знаю, что это Я сразу понял, что это за место Ну конечно Наталья Ой, а подсказка будет какая-нибудь? Это улица, где сейчас проходят трамвайные пути Находится она в центре города Какую букву? Может быть, уритского? А самарское, наверное Давайте немножечко поугадываем Вы знаете, вот дом, который на этой фотографии Это дом называется дом Челышева Потому что, собственно, именно так была фамилия архитектора, который построил этот дом Я должен сказать, дом одного Чела Собственно, таких домов немного в Самаре Один из них располагается на улице Красноармейская, где тоже проходят трамвайные пути Да-да-да А второй располагается на другой улице, где также проходят трамвайные пути На этой же улице стоит, например, Академия культуры и искусств Самарская И эта улица... Вот ты сейчас, мне кажется, окончательно запутал вообще всех На букву F Красноармейская На букву F F Она пересекается с ленинградской, о которой мы говорили недавно совершенно Но это уже... На какой буквы? F Федор, Федор, F Федя Фрунзе Ну, наконец-то, наконец-то мы дождались правильного ответа Спасибо вам, Наталья Мы сегодня добрые Кстати, вот о старых временах Алена нам сказала, что в 1887 году появилась первая сеть телефонов на 10 человек Мне интересно, сколько тогда стоила абонентская плата? Три коня Три коня? Отлично Вот сегодня она стоит в разы меньше И именно об этом наш следующий сюжет Алло Алло, привет Как дела? Я тебя сто лет не видел и не слышал Ты не поверишь, у меня такое случилось Ну, в общем, я его вчера ехал Неприятно, не правда ли? Думаю, хотя бы однажды в подобной ситуации оказывался каждый А ведь когда-то, уже почти в незапамятные времена Люди могли часами разговаривать по стационарным домашним телефонам Конечно, не все было идеально И за разговоры тоже нужно было платить Но все это, как я уже сказал, было давно и неправда Сегодня все меняется к лучшему И стационарные телефоны не вымирают, а эволюционируют Причем вместе с тарифными планами звонков И сейчас с уверенностью можно сказать Что они достигли ныне высшей точки своего развития То есть стали идеальны Что я имею в виду? Ну, а какова, по-вашему, идеальная стоимость звонка в другой город России? Даже самые далекие от Самары? 100 рублей? 50? Ну, уже смелее 10? Правильно! 0! Ну, не считая обычной абонентской платы Ну, а пока вы обживаетесь с этой невероятной мыслью Расскажу вам еще о некоторых плюсах Этих высоких и набирающих все большую популярность технологий Так как я работаю в Самаре А супруг проживает в Рощинском Ежедневные поездки, знать, как я добралась на работу с работы Естественно, мы созваниваемся Очень удобно Сотовый телефон То разрядился, то не вовремя отключился То нельзя пользоваться Бывают такие случаи Вот на рабочем месте Нежелательно пользоваться сотовым телефоном А вот стационарный всегда под рукой Это очень удобно По домашнему телефону вы никогда не услышите Абонент временно недоступен По сравнению с мобильной связью Это устойчивый сигнал Невзирая на погоду и то, на какой высоте вы держите трубку Цифровая связь нынешних стационарных телефонов Дает массу возможностей Можно подключить будильник Можно организовать конференции с бывшими одноклассниками Даже в разных городах Можно включить переадресацию вызова И многое другое К тому же, если вы решили проверить Дома ли ваш ребенок То домашний телефон об этом сможет сказать Со стопроцентной точностью В отличие от своего мобильного собрата Собственно, помимо детей Есть еще и родители С которыми также теперь Можно общаться бесконечно Да, мам, я покушал, да Тепло оделся, да Зонтик приготовил Да Нет Нет, я не на машине Я знаю, что дорога скользкая На этом все Увидимся через две недели Как раз, когда закончится этот разговор Ладно, хоть бесплатный Что? Нет, мам, это я не тебе Конечно, я тебя слушаю Да Узнай больше о новых возможностях Домашнего телефона В группе Ростелеком Самарский филиал В социальной сети ВКонтакте Продолжается прямой эфир программы Ваше утро И в нашу группу ВКонтакте Ваше утро онлайн Уже поступают фотографии Из вот каких-то интересных Красточных мест Что там за места представлены? Воронежские озера И ручные утки Ручные утки Меня особо позабавили Вот действительно Отличные места Девушка прямо держит в руках утку Я не знаю, как ей удалось поймать Но вот можете зайти в группу ВКонтакте И увидеть, собственно, глазами Как это происходит Не забывайте эти фотографии, пожалуйста Подписывать, где и что происходит Некоторые места не нуждаются в этом Некоторые не все узнают Вот так вот А сейчас, наверное, сядьте поближе К экранам телевизора Потому что у нас для вас есть Очень интересная информация На телеканале Скатенте Стартовал новый сезон Шоу танцы А лучшие танцоры Участники первого сезона В поддержку проекта Сейчас гастролируют По всей России И в октябре Со своим концертом Они приезжают в Самару И в Тольятти И у вас есть уникальная возможность Попасть на эти концерты По крайней мере На один из них точно Для того, чтобы попасть на эти концерты Каждую субботу в 21.30 Смотрите новый выпуск танцев На телеканале Скат ТНТ Сфотографируйтесь на фоне танцев Когда они идут в эфире То есть на фоне телевизора Непосредственно Выложите свою фотографию В группу Ваше утро Вконтакте Называется она Ваше утро Онлайн И на своей странице С хэштегом Самара в танцах Да 19 сентября То есть в следующем выпуске Программа Ваше утро Мы объявим победителя И прямо в прямом эфире Покажем тебя Ты, 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 ты В прямом эфире Присылайте свои фотографии Как вы смотрят станции И еще одна хорошая новость Такого в нашей Самаре Еще просто не было 12 сентября В Самаре Пройдет уникальный эксперимент В котором Сможет принять участие Любой желающий Опять же Ты, 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 ты И вот ты Организаторы эксперимента Обещают узнать И показать всем Сколько нужно Гелевых шариков Чтобы поднять В воздух человека Это сразу скажу Звучит настораживающе Невероятное количество Да Помимо эксперимента Всех гостей Ждет естественно Интересная Познавательная Развлекательная программа И задорные ведущие Да На правах рекламы Хочется сообщить Что организаторы Эксперимента Лафрадио Вместе со своими партнерами Приглашают всех Любопытных Любознательных Я думаю Смелых людей 12 сентября в 12.00 В ТРК Космопорт А вообще в Самаре Каждый день проходят Какие-то интересные мероприятия Есть что выбрать На вкус любого человека Что выбрать Как выбрать Расскажет Ксения Артемьева В рубрике Афиша Доброе утро Дорогие друзья Планируете активно Провести свое свободное время Прямо сейчас Мы готовы рассказать вам О самых ярких событиях Предстоящей недели В этом году Самара отмечает Свое 429-летие В честь этого события В течение двух дней На самых разных площадках города Стартуют развлекательные мероприятия Уже сегодня вечером Состоится церемония Открытия Межрегионального фестиваля Набережных Жемчужина на Волге По задумке организаторов Этот праздник Должен объединить Лучшие достижения Официальной и независимой культуры И представить ее Соседним регионам Одним из главных Достопримечательной Пилотной версии фестиваля Станет шоу Воздушных змеев И выступление театра Огненные люди Город Москва Студенчество Несомненно Самая лучшая пора Но если за неделю Вы уже устали Грызть гранит науки Предлагаю провести Свои выходные активно Как, например Присоединиться К торжественному шествию студентов От улицы Молодогвардейской До площади Куйбышева В торжественном параде Примут участие Более 7,5 тысяч студентов Самарской области Празднование дня города В 2015 году Приурочено Году литературы По задумке организаторов Набережная Самары Должна представить Открытую книгу С множеством ярких площадок Фестиваль готов к труду и обороне Книжная ярмарка Кинематографическая площадка И многое другое Завершится день города Концертом группы Хор Турецкого И грандиозным салютом Начать рабочую неделю Также можно с приятных впечатлений 14 сентября В Самаре стартует Шестой международный фестиваль Театров кукол «Радуга» Участниками фестиваля Станут профессиональные Кукольные театры Со спектаклями По мотивам народных сказаний Эпосов Произведений национальной литературы И драматургии В нашем городе Выступят коллективы Из Индии, Египта, Ирана, Португалии И других стран Представления пройдут Сразу на нескольких площадках Самарских театров Также в течение всей недели Смело отправляйтесь На самую большую в Поволжье Выставку 3D иллюзий Картины выполнены Известными мастерами России и Европы И созданы таким образом Что при фотографировании Каждый зритель Становится частью сюжета Можно спастись от поезда Научиться летать Вырваться из пасти акулы И даже помериться С силами с супергероем Насыщенной будет неделя И на музыкальные события 16 сентября В окружном доме офицеров Пройдет юбилейный концерт Надежды Кадышевой И ансамбля «Золотое кольцо» Программа приурочена К 30-летию творческой деятельности Народной артистки России В четверг 17 сентября Предлагаю вам отправиться В художественный музей Для того, чтобы посетить Выставку-инсталляцию Сальвадор Дали Священное послание На выставке впервые в России Представлена самая масштабная Серия графических работ Одного из величайших художников 20 века Сальвадора Дали А именно иллюстрации К Ветхому и Новому Завету Из частного итальянского собрания Ну а завершить рабочую неделю Можно походом в театр В приятной компании Тем более, что Самарский театр драмы Представит нас у зрителей Долгожданную премьеру Комедия итальянского режиссера Эдуардо де Филиппа «Человек и джентльмен» Премьерные спектакли Пройдут 18 и 19 сентября Вот такой будет Самарская афиша На предстоящую неделю Отдыхайте правильно Отдыхайте со вкусом Ваше утро по-прежнему в эфире Сегодня мы говорим о самых ярких И долгожданных событиях Которые завтра будут проходить В Самаре и сегодня тоже Да, завтра Уже завтра стартует Грандиозный молодежный фестиваль О котором нам расскажут наши гости, наверное Да, у нас в гостях организатор и директор этого фестиваля Павел Яров Давайте знакомиться Привет, привет И два молодых человека Которые представляют Некоторые из площадок Огромного количества площадок Этого фестиваля Это Марк Альшевский Организатор турниров по фингерборду И Топорчин Юрий Торопчин Юрий Прости, пожалуйста Организатор турниров по настольному хоккейю Они их представляют в миниатюре Или это так и будет прям выглядеть? Ну, настольный хоккей так и будет выглядеть У нас будет несколько столов Любой желающий может прийти, поиграть, принять участие Это очень развивающий вид спорта А по чем? Бесплатно А если это турнир, есть какой-то главный приз у этого турнира? Да, у нас есть кубок фестиваля молодежного Кубок фестиваля? Маленький Ну, побольше немного И победителю он достанется Павел, расскажи, пожалуйста, что вообще за фестиваль Чему посвящен, чему приурочен, чего-то ждать Что еще будет там помимо вот этого? Ну, прежде всего фестиваль Это спорт, творчество, адреналин, развитие и талант Это интеграция всех интересных молодежных культур, направлений, течений И все яркие представители молодежи Самары, области И даже Приворского федерального региона Приезжают к нам на фестиваль Чтобы показать себя, пообщаться Обменяться опытом Вот Более 26 направлений Вот на площадках представлены А это какое-то количество людей, которые должны приехать на этот фестиваль? Какое количество людей? Ну, примерно хотя бы, да Ну, у нас минимально 3000 участников Именно участников? Не посетители? Участников? Нет, посетители это другое дело То есть, если в 2013 году мы также проводили в рамках Дня города Это 55 тысяч человек было То в 2014 году мы проводили за неделю до Дня города и собрали 30 Ну, вот ты перечислил сейчас 26 направлений Там супер-креатив, молодость, искусство, творчество Но это все как-то общие слова Конкретно, зрителям, наверное, интересно, что же это? Настольный хоккей, раз Да Фингерборта, который мы тоже знаем Затем КПР, регби, паркур, пляжные виды спорта в пяти направлениях Это футбол, волейбол, фризби, слэклайн и еще регби Господи, сколько непонятных мне слов, девочки И все это одновременно? Одновременно, да Но это только лишь пляж и кусочек того, что будет Ну, помимо этого, еще главная сцена у нас будет работа На которой будет проходить футбольный фристайл Это ребята будут чеканить мяч И затем там же пройдет Что они будут прости делать? Чеканить, чеканить, а набивать? Ну, набивать, да, но это делать довольно-таки интересно Все, я понял, это когда они махают ногами, мяч у них в невероятных каких-то кульбитах летает Да Приземляется на шею, на плечо, на ухо На мизинец, то есть они это делают невероятно круто Как вы понимаете, я не смотрел рубрику по-русски говоря, поэтому я сказал слово махают Мне вот очень интересно, настольный хоккей, это понятно Здесь все видно, это с детства знакомая штучка Что такое фингерборд? Вот этот вот чехол, мне кажется, из-под швейцерского ножа Телефона, или телефона Нет, фингерборд, в общем, такая штука Уменьшенная копия настоящего скейтборда Самого обычного, на который катаются ногами А это пальцами, исключительно пальцами Здесь все идентично скейтбордическим трюкам Также есть определенные фигуры, парки для этого Что это значит, трюки? Трюки выполняются пальцами исключительно Травоопасный вид спорта? Такой же, как это настроение Ну, для кого как? Пальцы ломал? Нет, не доводилось, к сожалению Мне кажется То есть нужно просто вот так вот ездить, да? Да, и управлять в трюки Мне кажется, ты обязан показать и зрителям, и нам, как это вообще Хотя бы какой-нибудь простейший трюк, чтобы типа... Кувырок через голову, что-нибудь такое Ну, если базовое... Здесь, правда, скотик, да, для тебя? Вау! Ничего себе! Неудобненько немножко Надо больше пространства... Ловкость рук, никакого обмана Да, фокусы Фокусники, кстати, подписывают какую-то бумажку, насколько я знаю И стоят на учете В милиции? Потому что у них, да, профессиональное занятие связано с ловкостью рук У фингербордистов так же или нет? Нет, все намного проще Все разрешено Все разрешено, все легает Скажи, пожалуйста, а это популярный вид спорта в Самаре, например, в частности? Например, в Самаре это достаточно непопулярный вид спорта Поскольку многие, в принципе, всерьез это не воспринимают Считают просто игрушку А на самом деле... В какой-то степени так и есть, конечно Но на самом деле за рубежом это все более развито Например, в Германии, в столице данного вида спорта Проводят достаточно крупного масштаба соревнования С большим количеством призов Из чашников и зрителей Можно выигрывать деньги, там, занимать места, призы, да? Огромные суммы Огромные суммы? Ну, как право? Огромные суммы! Так, я с этим говорю, это поподробнее Может быть, я никуда устроился на расход? Я не тем занимаюсь, конечно Да, ребята просто катаются и получают за это деньги, например Вот, например, играя в хоккей, можно заработать большие суммы? Я имею в виду настольный хоккей, естественно Ну, да У нас проводятся чемпионаты мира, чемпионаты России Я начинаю понимать, это бюджет-сестиваль растет Я начинаю понимать Все в заработках, ну, это же в первую очередь развлечение, времяпрепровождение, приятное, верно? Верно Завтра вся молодежь Самары соберется на набережной и будет, я не знаю, кататься на мини-кейборде Это называется фингерборд Я не выговорю Жалко, что вы уходили, мы как-то там сидели Я не выговорю просто это слово, понимаешь, я пришлось его заменить Скажи, пожалуйста, вот ты когда начал этим заниматься уже более осознанно? Не просто как игрушкой, а вот как одним из направлений своей жизни? Ну, это год, год где-то я этим занимаюсь Сначала я начинал там неудачно, но сейчас более лучше стал играть И у нас это все развивается в Самаре А мне вот интересно, извините, Голи, перебью Тренировки такие же насыщенные, такие же тяжелые, как у настоящих хоккеистов Сколько ты тренируешься? Есть ли, может быть, тренер? Есть ли какая-то сборная? У нас есть свои чемпионы в Самаре, у них и тренируемся Вот, это довольно-таки насыщенно, очень тяжелая игра И психологически давление идет очень сильное Мы выходим и выкладываемся на 200%, потому что мы должны Во время тренировок тренер так же кричит на вас, как настоящий тренер на хоккеистов? Ну, у нас пока нет таких серьезных тренеров, каждый сам себе тренер, поэтому идет тренер борьба У меня вопрос к организатору фестиваля, скажи, пожалуйста, вот цель этого фестиваля Просто собраться, потусить, поиграть в настольный хоккей или есть какие-то глубокие цели? Сверх задачи Конечно, да Миссия фестиваля – это воспитание новой молодежной культуры Собственно, мы уже проводим фестивальный первый год, за четвертый год И в этом году как раз-таки прямо на фестивале получаем награду федеральную За вклад в развитие молодежной культуры, потому что на самом деле у фестиваля благие цели Мы делаем мероприятие на рекреационной площадке, то есть на площадке, где можно отдыхать Отдыхать культурно, со здоровым образом жизни, показывая свой, то есть, менталитет, вот культуру и вот как раз-таки У меня вот вопрос, насколько тяжело вообще это организовать? Наверняка это… Сколько там площадок? Сколько народу? Ты вообще спишь там, ты ешь Я, наверное, поэтому сейчас не в парадах, не в рубашке, нахожусь в кофте, потому что прямо после эфира еду на монтаж фестиваля Надо ввести невероятно много конструкций, все это собрать, а еще, да, это сложно А есть же куда расти, вот в планах есть какое-то расширение, глобализация, может быть, выходить на какой-то… Наверняка количество площадок с каждым годом увеличивается Да, и вот в этом году достигаем пика, то есть максимальное количество площадок по сравнению с прошлыми годами, да, но есть еще одна задача, это впереди в Самаре будет большое событие, это ЧМ-2018, и к этому событию мы готовимся Ну там уже надо будет закупаться настольным футболом, естественно Я считаю, что ребята делают отличное дело, великое дело, вот давайте я пошму руку каждому, потому что вот такие фестивали – это то, что нужно нашему городу И мне кажется, что вот такие виды спорта, которые привлекают молодежь сейчас, они должны как-то выходить из сумрака, становиться более популярными Поэтому, ребят, мы желаем вам удачи в этом нелегком деле популяризации Дарим наши апельсины, спасибо! Этих видов спорта, и кстати говоря о сумраке, у нас впереди наша любимая мистическая рубрика «Сумеречный дозор» Доброе утро, уважаемые телезрители, мы продолжаем нашу мистическую рубрику «Сумеречный дозор» И сегодня тема нашей программы – самое сокровенное, что может быть на этой планете Земля – семейные отношения Как сделать так, чтобы ваша семья была самая крепкая, самая счастливая Чтобы ваши отношения длились вечно, без размолвок и недоговорок И чтобы ваши отношения продлились как минимум до золотой свадьбы И сегодня мы поговорим на эту тему с нашим экспертом, хиромантом, астрологом, экстрасенсом Сергеем Вороном Сереж, но ты как экстрасенс, первый вопрос, конечно же, тебе с таинственной точки зрения Какие же существуют способы для того, чтобы семейные отношения сохранялись? Может быть, чтобы не ошибиться в выборе партнера, какие-то первые взгляды, первые магические моменты существуют? Поделись, пожалуйста, нашими телезрителями Серег, на самом деле способов очень много Но наиболее сильные и действенные способы – это хиромантия, астрология, расклад на картах Таро и нумерология Ну давай про хиромантию поговорим, потому что интересно, я думаю, что человек, даже не понимающий в этой сфере, да, он всегда может по линиям судьбы как-то вот посмотреть, приглядеться Потому что, я думаю, не так уж много этих линий судьбы, да, и простой обыватель быстро справится с этой задачей То есть у нас есть левая и правая рука То есть левая – это у нас идет, с чем мы рождаемся, а правая – это приобретенная То есть поэтому я предлагаю смотреть только на правую ладонь Здесь у нас присутствует линия жизни Берет на свое начало отсюда и идет вниз У разных людей она разная Линия ума Линия сердца И линия брака Вот интересно про отсутствие линии брака, да, вот Ну если там парень, девушка посмотрит, но нет этой линии Скажи, как-то мы можем справиться с этой задачей, либо все, не судьба Есть такая наука хирография То есть она позволяет прорисовать нужные линии и удалить ненужные То есть линию жизни увеличить, либо линию брака сделать больше и толще То есть это говорит о том, что брак будет долгим и счастливым Также и линию судьбы можно прорисовать до нужной планеты И тем самым улучшить то качество, которое вы хотите обладать Сереж, если человеку энергетически некомфортно Ему нужен какой-то толчок, да Вот если мы уберем все психологические методики Вот не помогают они ему Может как-то магия, да, расчистить какой-то внутренний мир Как знаешь, луч света в темном царстве добавить человеку любви, светлости и удачи Конечно, можно посмотреть через карты То есть что это энергетическое или психологическое Какой-то дискомфорт идет Можно элементарно сделать своими руками маятник Можно даже из обручального кольца Берем кольцо Продеваем ниточку И начинаем его к себе приучать То есть задаем какие-то вопросы, на которые мы знаем ответы То есть элементарно, как меня зовут? Там, Сергей, да То есть он начнет двигаться в одну сторону Скажет другое имя, там, Дмитрий Он начинает двигаться в другую сторону То есть задать два-три вопроса такие То есть уже когда вы поймете, что он говорит правду То есть начинайте уже задавать те вопросы, на которые вы хотите услышать ответ Уважаемые телезрители Сейчас Сергей покажет вам один ритуал Который поможет вам избавиться от негатива И притянуть к себе удачу Для того, чтобы ваша семья всегда была здоровой, счастливой И максимально освободилась от разных болезней Это набрать воды вечером перед сном И прочитать следующие слова Я успешен Я здоров Каждый день для меня становится лучше предыдущего И так нужно принести три раза После этого вылить на голову Это придаст вам энергии И освободит от внутренних терзаний, страхов и болезней Ну и сегодня мы познали с вами секреты семейной счастливой жизни Дорогие друзья, воспользуйтесь советами экстрасенсов Но не забывайте, что самое главное зависит от вас Сегодня нашим экспертом был экстрасенс Сергей Воров Спасибо Я успешен Я здоров Работает Да, я успешен У тебя, подожди, это могло не сработать по одной причине У тебя нет бороды Блин, этого я не учел Продолжается прямой эфир программы «Ваше утро» И вот три задорных ведущих продолжают обсуждать завтрашние мероприятия Да, молодежный фестиваль, который завтра будет просто зажигать на улицах Самары И мы хотим познакомить вас еще с одними участниками Да, друзья, у нас еще одни интересные гости Это Ренат, Дмитрий, которые представляют брейк-данс-культуру И Размик, который является организатором площадки фрираннинга Неправильно, Николай, говоришь Экстремальной площадки, да? Можно так сказать? Паркур, фриран и трикинг Вот об этом я и говорю Паркур, фриран и трикинг Да Ну что, ребят, расскажите немножко о своей площадке Что там будет, чего ждать, что мы там увидим? Ну, всем привет, во-первых Ваше утро, доброе утро Прежде чем рассказать о нашей площадке, которая называется «Адреналин» Которая будет проходить на фестивале «Стар» Я хотел пару слов рассказать вообще о нас, о себе, о своей команде И какой вклад мы вообще вносим в развитие культуры Ну рискни, давай Это команда «Пионер Крю», всем известная в нашем городе Нам в этом году исполнилось 10 лет За этот год мы посетили много разных и стран, и городов И завоевали очень много каких-то призовых мест Побывали на многих танцевальных площадках Завтра все эти ребята крутые, которые крутятся на головах У нас 9 человек в составе команды Завтра мы все будем на чемпионате Такой топ-9 крюл Да Вот, всех ждем Для этого чемпионата мы хорошо подготовились Мы привозим к аппетитному судью с Казани Мы подготовили хорошую площадку Вот, она будет хорошо оборудована Потому что это все-таки травмоопасно Мы стелим маты, на них стелим ДВП Вот, будем следить Скажите, кроме вас, кроме профессионалов Можно будет кому-то из зрителей Прийти или научиться Да, прийти или научиться Или составить вам компанию Конечно Какие-то батлы там будут танцевальные Смотрите, во-первых, у нас будет достаточно времени перед соревнованиями У нас будут танцевальные джемы, подготовка, разминка После чего у нас мероприятия могут принять возрастом все желающие Но люди до 16 лет должны принести справку от родителей или разрешение Соответственно, возраст не имеет значения, не имеет рамок Опыт подготовки тоже не имеет никакого значения Самый старый участник по брейкдаунсу? Тольятти, Олл-Сити, 52 года Нет, по-моему, даже больше Он получался или он прям танцевал? Прям получился? Под речком? Конечно, он занимается, ездит по городам Занимает призовые места и пользуется уважением у всех Он самарец? Он из города Тольятти Давайте спросим у Размика Что такое, во-первых, паркур, фриран? Паркур, я знаю, что такое И фриран тоже А трикинг подзабыл О свежей памяти Ну, трикинг – это сравнительно молодое движение Состоит, суть тоже, в принципе, как в брейкдансе То есть, я имею в виду по правилам Выходят атлеты, демонстрируют каждый по два, по три выхода Из демонстрации входят элементы акробатики, ударной техники То есть, все в это совокупе, то есть, дают очень интересное направление, как трикинг Развивается очень бурно, очень интересно Опять же, завтра у нас будет соревнование по этому виду, скажем так В принципе, не первое То есть, уже у нас есть свои чемпионы У нас уже есть свои ребята, которые ездят в Москву, побеждают Самарские ребята Самарские, да, ребята, то есть, и итальятинские тоже Мы очень хорошо между собой дружим Вот, за область мы можем похвастаться, сказать, что у нас есть свои чемпионы То есть, Самара вообще, и Самарская область в целом Вот в этих направлениях, как паркур, трекинг, достаточно на хорошем уровне То есть От себя еще хотел добавить Вспоминается, Максим у нас был на мероприятии, делал рандата за дне сальто Это был Дом культуры современия Он просто сейчас сделал вид, чтобы он забыл Я помню, в гипсе ходил, я вспомнила Я могу сказать, что любое направление, оно имеет определенную модернизацию, да И что-то получает новое То есть, когда в Самаре появился паркур Потом, спустя какое-то время, появился трекинг, да То есть, люди, занимающиеся паркуром, развили в себя новое направление Да, это смесь боевой акробатики Также элементов брейк-данса, капуэра Это все то, что вот мы сейчас сидим, мы объединяем друг друга То есть, мы совокуп И самое главное, то есть, наша основная цель, это привлечь молодежь Потому что нам уже, там, не 17 лет Мы уже должны, как бы, создавать свою личную жизнь Мы уже должны задуматься о наследии Для нас, главное, это хобби, да И подрастающее поколение То есть, главное, то, чтобы люди... Смотри, с брейк-дансом понятно Человек пришел, попробовал, да Там, принес справку, что ему, там, есть 14 лет Что он здоров, как бы, да Его допустили к этому Что с паркуром? Человек может попробовать какие-то простые элементы? Потому что паркур, то он гораздо более трудно опасный Я с каждым годом все чаще-чаще воспринимаю некое отвержение Смого движения за счет мысли о том, что происходят какие-то травмы Травм не бывает? На самом деле, травма происходит везде, всюду И все зависит от нашей головы Если мы думаем, что мы это сделаем А на самом деле по всем каким-то параметрам Мы этого не сделаем, этот элемент То, соответственно, человек получает травму Приходя... Мы организовали, создали федерацию То есть, у нас занятия Всех приглашаем, всех бесплатно тренируем В таком движении, как паркур Вот Там мы преподаем азы То есть, изначально самые нужные элементы того, чтобы дальше развиваться Самые простые, наверное Самые простые, да Вот с этого надо начинать Человек, который уже что-то умеет делать, уже видно То есть, он приходит там, тренируется Я замечаю, что ему нужно чуть дальше расти И подсказывать дальше какие-то... Ну что ж, все, слова да слова Я думаю, скоро мы перейдем к делу И уже в следующей студии посмотрим, как ребята отжигают Танцуют брейк-данс Может быть, какие-то элементы паркура даже замутим студии Попробуем не сломаться мы с тобой Я надеюсь, что у нас это получится Да, мы с ребятами не прощаемся С ними увидимся в следующей студии Пока наша любимая постоянная рубрика Утренний коктейль Давайте посмотрим Хочется отметить, что и осень – прекрасное время года Но, во-первых, это отличный повод поменять свой гардероб И потом, дома тоже нужны перемены к лучшему Мы находимся в одном из мебельных центров города Тольятти Расположенном на улице Транспортная И приехала наша съемочная группа сюда не случайно Именно здесь находится фирменный салон известного производителя кухонь Который входит в десятку крупнейших мебельщиков России В салоне кухонь представлены самые последние новинки А есть ли какие-то интересные предложения для покупателей? Итак, проверим Приятно находиться в месте, где царит изысканный вкус и респектабельность Рассматривая эту мебель, понимаешь, что полученные производителем награды не случайны И дизайн, и качество всех моделей на высоте Представляем кухонные гарнитуры, разнообразием которых способна удовлетворить вкусы самых взыскательных покупателей Выбирайте цвет, стиль, материал и наслаждайтесь своей комфортной кухней Наше внимание привлекла элегантная кухня «Мадлен», созданная в лучших традициях итальянской классики Эта модель выполнена из натурального дерева, текстура которого подчеркнута изысканной патиной Благородство шпанированных фасадов дополняется витражами из отдельных элементов стекла, соединенных между собой латунным профилем Эта кухня отличается не только гармоничным дизайном, но и функциональностью А вот это настоящий хит и бестселлер Кухня Верона стала обладателем многочисленных наград И даже при первом взгляде на нее понятно, что такое признание заслужено Не заметить ее просто невозможно Гнутые фасады, облицованные натуральным шпоном, витражи, визной декор, элегантные ручки с эффектом потертости Все это делает кухню по-настоящему эффектной Дополнить кухню Верона, как и остальные кухни, производителям можно изысканным комплектом из стола и стульев В отличие от титулованной Вероны, эта модель совсем молодая Она является одной из последних новинок производителя Для кухни Летиция характерны лаконичность и сдержанность, которые сочетаются с удобством и эргономичностью Эта кухня создана для ценителей английской строгости и изысканности Кухня Джота яркий представитель стиля модерн Она буквально создана для тех, кто не привык довольствоваться однообразием расцветок И хочет подчеркнуть индивидуальность своего кухонного помещения Особую красоту и неповторимость кухни придают изогнутые линии и глянцевая акриловая поверхность Как правило, высочайшее качество продукции, доступные цены, большие скидки Также, чтобы работа менеджеров была достаточно быстрая, грамотная, пунктуальная, вполне возможно И чтобы все было удобно, красиво и в использовании достаточно очень просто Ивита, кухня Ульяновского мебельного комбината Город Тольятти, торговый центр Планета Южное шоссе, улица Транспортная, 7, цокольный этаж Город Самара, торговый центр Мехков Улица Революционная, 70, 3-й этаж, секция 319 Ну а теперь, как мы и обещали, представители адреналин-площадки завтрашнего мероприятия Фестиваля Старт, Пионер Инсом Таймс Клю Камон, е, ребята, давайте! Фестиваля Старт, Пионер Инсом Таймс Клю Фестиваля Старт, Пионер Инсом Таймс Клю Фестиваля Старт, Пионер Инсо 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 Все для активного семейного отдыха, для творческих молодых людей, просто неимоверное количество самых ярких событий Фестиваля Старт, Пионер Инсо 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 Фестиваля Старт, Пионер Инсо